В состоянии ликвидации на начало декабря, по данным Нацбанка, находится 23 банка. И это ещё не предел. До конца года банковская система должна похудеть на 8%, говорят представители регулятора. Большей частью речь идёт о финучреждениях 2-3 порядка, то есть некрупных банках. Но существенные проблемы есть и у крупных учреждений. Проведённый НБУ стресс-тест 15 крупнейших банков показал, что у 9 из них проблемы с капитализацией. До конца года фонд гарантирования вкладов могут попасть около десятка банков. Также Нацбанк грозится отнести к разряду проблемных ещё 12 банковских учреждений. На сегодня, отмечают специалисты, проблемы есть у Дельтабанка, Имексбанка и Надробанка. Порог отделения последнего не набивает уже около года. У женщины здесь лежит круглая сумма на долларовом депозите. Однако забрать свои деньги она не может. По завершении срока действия договора его постоянно пролонгируют. А с осени проблемой стали проценты. Их также не выдают, мотивируя отсутствие валюты в финучреждении. Ну вот у меня срок оканчивается всё. Я не знаю, как Гонтарева хотела вне срока. Кто-то вне срока снимает досрочно. Никто не снимает. Тут-то своё не получишь. Понимаете? В первом полугодии Надробанк стал одним из лидеров по оттоку депозитов населения, который составил 920 миллионов гривен. Пока эта финструктура не числится в рядах клиентов фонда гарантирования вкладов. Но информация о том, что банку остался всего один шаг до введения временной администрации, НБУ отнёс его категории проблемных и ввёл туда своего куратора, появились в СМИ ещё в сентябре. На сегодня Надра, по данным СМИ, нуждается в докапитализации. При этом на начало осени сумма долга банка по кредитам НБУ составила 14 миллиардов гривен. 4 миллиарда гривен были выданы уже при новой власти. Часть долгов 7 миллиардов тянется ещё с 2008 года. В декабре Надра должен был вернуть значительную сумму долга, однако, по данным СМИ, его менеджеры ввели переговоры об очередной пролонгации на три месяца. За разъяснением ситуации новости от ЭН обратились в одно из центральных отделений города, но от комментариев там отказались. Лишь уточнили проблемы с возвратами депозитов и процентов по ним. Ситуация общая для всей банковской системы Украины. Оксана Нечипаренко, Александр Проценко, агентство телевидения новостей.